Здравствуйте, Полина! Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Традиционно мы с вами встречаемся с целью обсуждения уже готовых результатов по сделкам одного из трейдеров. В частности, мы с вами обсуждаем результаты торговли Асхата и Браева. Наш коллега за текущую неделю уже успел открыть две позиции. Общий плюс, по которым составил 132 доллара, были у него и ошибочные действия. В общем и целом мы получили профит. Это 132 доллара. Если говорить об одном из убытков, то он, безусловно, был меньшим, нежели прибыльная составляющая. То есть, если бы, условно говоря, стартующий депозит у него был 1000 долларов, то плюс 132 доллара – это 13,2% прибыли от стартуемой суммы за один день торговли. 13,5% прибыли. Результат достаточно хороший. Давайте разберем, на чем смог получить профит наш с вами уважаемый трейдер. В первую очередь рассмотрим убыточную сделку – это валютная пара доллар-иена. После того, как были открыты торги с воскресенья на поддельник, по валютной паре доллар-иена образовался гэп выходного дня. Этот термин используется в том понятии, когда закрытие цены одного дня разница в цены открытия следующего дня. Итак, у нас с вами было закрытие гораздо более выше, нежели открытие понедельника. Вот это и образовался гэп выходного дня. Общая идея, господин Иврай, была в том, что валютная пара пойдет расти вверх на основании технических ожиданий закрытия этого гэпа выходного дня. Однако тут, наверное, не были учтены фундаментальные факторы. Причина образования этого гэпа – большей частью по основным валютным парам произошел гэп выходного дня, который стал результатом неопределенности по греческому вопросу. Произошел гэп, и, скажем так, участники рынка ожидали того, что Греция будет выходить из состава еврозоны. Так вот, вот этого подспорья, когда у нас идет общий негатив по рынку, безусловно, мы получили гэп. Основанием того, что сделка не отработалась в плюс, поступило как раз настроение участников мировых финансовых рынков инвестировать в надежные активы. Как вы знаете, японская иена является некой тихой гаванью. Первое настроение инвесторов в период общей неопределенности – это инвестиции в американскую валюту. Второе, безусловно, мы смотрим, что будут наращиваться инвестиции в японскую иену и в швейцарский франк. То есть вот этот фундаментальный фактор неопределенности мировых инвесторов наш трейдер не учел. И он получил убыток в размере 30 долларов. Всего лишь 30 пунктов на самом-то деле, но у него стоимость одного пункта 1 доллар. Поэтому и произошел негативный результат. Как вы видите перед собой на графике, покупка произошла по цене 122.65, закрытая сделка по цене 122.35. Небольшой разрыв и, тем не менее, минус. Давайте рассмотрим с вами положительную сделку, которая была открыта, как ни странно, но на том же гэпе выходного дня. То есть две сделки, которые были предназначены закрыть этот гэп выходного дня. Причина гэпа, вы уже знаете, это, скажем так, проблемы региона Греции и неопределенность в выходе Греции и сложившаяся ситуация. Так вот, на моменте, когда произошел разрыв в цене, и наш господин Убраев открыл покупку на котировках 1.1003, не исключено, что там даже стоял ордер на открытие. Закрытие сделки произошло по цене 1.11.65, то есть достаточно долго трейдер выжидал эту позицию, и мы получили общий плюс 162 доллара. То есть 162 пункта профит, ну в нашей ситуации это 162 доллара, так как один пункт равняется одному доллару. Почему же все-таки произошло закрытие данного гэпа, то есть европейская валюта по сути укреплялась, потому что фактически негативных новостей не поступило на тот момент, на момент понедельника. В принципе снижение стоимости евро участники рынка уже давно закладывают, то есть вот это негативное событие по греческому вопросу продавцы уже закладывают в свои котировки, поэтому и наблюдали откат вверх по валютной паре евро-доллар. Вот такая ситуация по сделкам нашего трейдера, который с начала недели уже заработал 13,2% от своего депозита. Я вам желаю тоже профитной недели и пообщаемся о позициях нашего трейдера через 5 торговых дней. До свидания. Спасибо, Мария. Ждем ваших комментариев вновь. Я напоминаю, с нами на связи был аналитик компании Фибогрупп Мария Сальникова. Евгений, золото – это необычный товар. С одной стороны, это и сам товар, в то же время это и платежная единица. К какому рынку лучше отнести золото – к валютному или товарному? Это достаточно интересный вопрос, вопрос частый, который поступает в том числе и от слушателей наших курсов, семинаров. И здесь, к сожалению или к счастью, наверное, все-таки однозначно ответа не существует. Действительно, золото – это классический товар, который существует и торгуется по всем признакам товарного рынка. У него есть и поставки сиюминутные, так называемый, спот-рынок, существуют поставки в будущем, фьючерсные, существует опционный рынок. И тем не менее, достаточно часто золото причисляют к валютному рынку Форекс, потому что это расчетная единица, вы абсолютно верно сказали. Но гораздо чаще золото причисляют к валютному рынку, потому что это не столько валютная и денежная единица, сколько это все-таки возможность измерять, измерять риски, измерять настроение по отношению к тем или иным экономикам и, в первую очередь, к экономике Соединенных Штатов, потому что, как бы то ни было, доллар остается основной расчетной единице. И если с долларом плохо, то тогда дорожает золото. Вот мы видели супертренд на рынке золота с 2008 по 2011 год, когда был показан максимум цены 1900 долларов за тройскую лунцию, но чуть больше. С чем это было связано? Это было связано с политикой, которая велась монетарными властями Соединенных Штатов. Вот они ослабляли доллар, они допечатывали доллар по большому счету, и мы видели резкое удорожание золотого актива. Сейчас говорят о том, что доллар будет дорожать, все сводятся к тому, что будет ужесточение монетарной политики, увеличат процентные ставки и золото дешевеет, как мы видим с вами. Поэтому это вот такой индикатор состояния денежного рынка. Поэтому его причисляют к денежному рынку. Хотя, конечно же, еще раз подчеркну, это товар, товар, который мы можем торговать, на котором мы можем зарабатывать. Ну, а как зарабатывать и на каком рынке зарабатывать? Я еще раз подчеркну, что лучше, конечно же, узнать более подробно. И поэтому приглашаю наших телезрителей к нам на семинары. Записывайтесь по телефону, который вы видите, приходите, узнавайте. А какие еще металлы и драгоценные металлы могут послужить хорошим инструментом для торгов? В принципе, любой металл, который торгуется на бирже, это практически все металлы, может стать неплохим инструментом для преувеличения собственных капиталов. Но если мы рассмотрим более подробно, то рядом с золотом всегда ставят такой металл, как серебро. Если мы посмотрим на их графики, то они достаточно идентичны, они похожи. Взлет на рынке золота приводит к тому, что и серебро дорожает, падение золота приводит к падению рынка серебра. Но все-таки есть определенные различия в этих двух металлах, потому что золото – это все-таки более инвестиционный металл какой-то, спекулятивный, я бы сказал, а серебро уже больше относят к промышленной группе. Ну и если мы говорим о драгоценных металлах, то нельзя не упомянуть о платине. Достаточно тоже интересный металл, достаточно большой объем торгов по этому металлу и тоже, в общем-то, приносящий неплохие результаты. Ну и не могу не упомянуть еще о таком металле, как медь, который широко торгуется на многих товарных биржах. И в принципе, если говорить о меде, то это интересный металл еще и для казахстанской экономики, потому что очень большие поставки Казахстан производит, да, и наши крупные компании взаимосвязаны вот с этим металлом. Соответственно, взлеты и падения на фондовом рынке Казахстана связаны с тем, что происходит на рынке меди. А медь — это, опять же, Китай, да, и вот вся экономика завязывается, мировая экономика. Мы опять должны понимать, как это работает и к чему это приводит. Ну вот давайте хотя бы эти четыре металла выделим как основные для торговли, для возможности зарабатывания. Хотя еще раз подчеркну, существует огромная масса инструментов и металлов в том числе, которыми можно торговать. А вот почему в этом году некоторые страны избавились от своих золотых запасов? В частности, Венесуэла, которая превратила свой золотой фонд в как минимум 1 миллиард долларов США. Ну, кризис. Кризис стран, которые занимаются поставками природных ресурсов, вот Венесуэла в частности, да, мы же знаем, что Венесуэла является одним из участников ОПЕК, да, поставщик, достаточно крупный поставщик нефти на мировые рынки. И это не только Венесуэла на самом деле избавляется от золота от своего страны, необходимо существовать. И это особенность текущего кризиса, да, страдают поставщики природных ресурсов, и они пытаются поддержать собственный бюджет продажами того золота, которое у них есть. И именно поэтому в текущем кризисе золото не дорожает, потому что его массово продают отдельные страны, которым необходимо выживать, да, ну, чтобы нашим телезрителям было понятно, скажем, вот цифра, которую вы озвучили, миллиард долларов, да, вот единоразовая продажа золота на рынке на такую сумму может привести к тому, что цена обвалится долларов на 30, на 40. То есть это достаточно серьезное, да, движение. И за последнее время мы можем увидеть такие события, когда, скажем, в марте цена резко взлетала, да, и информация проходила, что именно такой объем золота был куплен, да, а потом цена также резко падает, и мы узнаем, что вот та или иная страна, тот или иной центральный банк продал такой объем. То есть это момент текущего кризиса. Но все-таки мы видим, что больше золота сейчас продают, да, и поэтому цена постепенно снижается, идет такой нисходящий тренд, тенденция, хотя есть определенные всплески роста, да, но все равно цена снижается, снижается и снижается. К сожалению, наше время истекает, думаю, нужно подвести итог. Дайте, пожалуйста, нашим телезрителям прогноз по золоту на ближайшее время. В долгосрочной перспективе, конечно же, золото остается активным убежищем, и можно и нужно пробовать искать возможности для того, чтобы его купить, но еще раз подчеркиваю, в долгосрочной перспективе, потому что в более краткосрочной перспективе в течение этого года с большой долей вероятности цена на золото будет снижаться. Ближайшей поддержкой сейчас по рынку золота является отметка 1152 доллара за тройскую унцию, далее последует поддержка на 1140 долларов, ну и потом психологический уровень на отметке 1000 долларов за тройскую унцию, которые на сегодняшний день исключать уже нельзя. Поэтому вот эти отметки могут стать интересными возможностями для спекулятивных покупок, а 1000 долларов можно покупать инвестиционно в долгосрочной перспективе. Спасибо, Евгений, увидимся в следующей программе. Я напоминаю, у нас в гостях был Евгений Слесарев, инвестиционный консультант Фиба-групп. Если вы хотите не только сберегать, но и зарабатывать, оставайтесь с нами. Успешных торгов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова